Во имя Отца и Сына и Сына, мы вступили в дни Страстной Седмицы, когда мы вспоминаем последние дни земной жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Богослужения Страстной Седмицы имеют особую структуру, и каждое из этих богослужений направлено на то, чтобы мы пережили те события, которые происходили тогда, когда Господь наш Иисус Христос шел на свою добровольную смерть. Для того, чтобы лучше понять смысл богослужений Страстной Седмицы, тем из вас, кто не читал, очень рекомендую прочитать книгу Владимира Ильина «Богослово русской иммиграции первой половины XX века», которая называется «Запечатанный гроб. Пасха нетрения». Это очень простое и очень содержательное толкование каждого из богослужений Страстной Седмицы. Эта книга поможет каждому из вас пережить богослужения Страстной Седмицы так, что они войдут в вашу душу и сердце. На этих богослужениях мы слышим песнопения, которые посвящены Страстям Христовым, и мы слышим отрывки из Евангелий, которые посвящены тому, что происходило в последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. И сегодня мы слышали о том, как Господь Иисус Христос предсказывал Своим ученикам, что произойдет при разрушении Иерусалима и что произойдет при кончине века. Как и всякое пророческое слово, слово Господа Иисуса Христа имело вневременное значение. И в этом предсказании говорилось и о событиях, свидетелями которых станут, по крайней мере, некоторые из апостолов, и о событиях будущих, которые еще не свершились. И Господь говорит в Своем учении о последних временах, о тех временах, которые будут предшествовать Его Второму пришествию. И Он говорит, что много будет признаков охлаждения в людях веры и охлаждения в них любви. И все эти признаки мы можем наблюдать уже сегодня, как, наверное, наблюдали их наши предки в предшествующей эпохе. Вот почему ожидание конца Вселенной и конца человеческой истории всегда было присуще христианской Церкви. Но только если многие люди со страхом ждут этого события, то христиане ждут его с надеждой и упованием на милость Божию. Потому что мы верим, что в конце всей мировой истории, как и в ее начале, стоит Бог. И как Бог дает жизнь всему существующему, как Бог определяет для каждого человека время зачатия, время прихода Его в этот мир, время исхода Его из этого мира. Точно так же Бог определил время начала истории, и Он же определит время ее конца. А то, что помогает нам без страха думать об этом конце, и то, что помогает нам с надеждой и верой в него ждать, это обетование второго пришествия Господа нашего и Иисуса Христа. Ибо во второй раз Господь пришел не так, как Он пришел в первый раз, не в облике смиренного человека. Он придет как грозный судья для нечестивых, и как спаситель и искупитель для тех, которые ожидали и ожидают Его второго пришествия. Господь пришел в этот мир, пострадал и умер на кресте для того, чтобы нам даровать вечную жизнь, для того, чтобы даровать нам Царство Небесное. И не просто когда-то, после перехода нашего вечного жизни, а уже здесь, в нашей земной жизни. Чтобы мы уже здесь могли приобщаться к Его Небесному Царству. Чтобы мы уже здесь могли ощущать Его присутствие среди нас. И чтобы мы могли в наших человеческих скорбях и испытаниях радоваться той радостью, которую никто не отнимет от нас. И которую Сам Господь дарит нам. Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы каждый день Страстной Седмицы был для нас поучительным и назидательным. Чтобы каждое послужение Страстной Седмицы входило в нашу душу и сердце. Чтобы в эти дни мы с особой силой вспоминали Господа нашего Иисуса Христа и тот искупительный подвиг, который Он совершил за спасение каждого из нас и всего мира. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok